Музыка Представляемый проект федерального закона устанавливает запрет членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, а также госслужащим, входящим в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также быть их членами. Напомню, иностранный агент – это любая участвующая в нашей политической жизни некоммерческая организация, которая получает на свою деятельность финансирование из-за рубежа. Надо сказать, что понятие «иностранный агент» у нас в последнее время ассоциировалось только с НКО, которое действует на нашей территории в интересах западных держав. Возникла стабильная ассоциация. Иностранный агент – это нечто чуждое российскому политическому режиму, что-то направленное на его подрыв по заказу извне. Однако на деле в числе иностранных агентов должны оказаться отнюдь не только НКО, живущие на западной гранте. Здесь значительный сегмент принадлежит правящей элите и политикам, которые с ним связаны. Особенность нашей экономики в том, что значительная часть российских активов выведена за рубеж, финансовые средства уходят за границу и легально, и нелегально, и частично возвращаются обратно через офшоры и другие каналы. Такой стиль жизни, такие схемы характерны прежде всего для лиц, находящихся во власти и при власти. Этим они легализуют и охраняют доходы, полученные от своего привилегированного положения. Почти у каждого топ-менеджера госкорпорации, у каждого крупного и даже средней руки чиновника есть счета недвижимости за границей, возможно, оформленные не на него лично. Есть и свои свечные заводики, а иногда и очень большие заводы, и контролируются они также не напрямую, и не через российские фирмы, как сохраннее и безопаснее. Отсюда масштабная офшоризация российской экономики и российской политики. Все это инфраструктура правящего класса, построившего свои состояния и карьеры вокруг нефтегазовых потоков и распилах, бюджетах, программ. Поскольку офшорная и вообще зарубежная составляющая неизбежно присутствует во всех экономических схемах, она же проявляется и в политической жизни. Мы недавно с коллегами посмотрели, как, например, финансируется партия «Единая Россия» и нашли у ее официальных спонсоров массу офшорных цепочек. Взносы делают российские компании, но у них в числе учредителей или участников по цепочке находятся офшоры. Они своей долей контролируют конечного вносителя российское юрлицо. Но это еще не все. Очень большая доля финансированной все той же «Единая Россия» приходит со стороны так называемых фондов поддержки партии. Есть межрегиональные и региональные фонды. Согласно финансовому отчету, партия ими в 2013 году было перечислено в ее адрес пожертвование на сумму 562 миллиона рублей, что составило 81,7% от всей совокупности пожертвований полученных партии. Столь значительный объем пожертвований, поступающий не напрямую в партию, а через созданные ею фонды, учрежденные связанными с партией лицами, среди них партийные функционеры, сенаторы, требуют дополнительных механизмов обеспечения прозрачности партийного финансирования. Однако отчетность фондов поддержки не публична. Кто делает взносы в эти фонды? Учитывая, что в числе спонсоров партии власти есть связанные с офшором и фирмы, нет ли их тут и, может быть, в большем объеме, раз отчетность нигде не публикуется? Главный вопрос, не являются ли фонды поддержки партии иностранными агентами, в смысле НКО, тем более, что правозащитники недавно обнаружили таковых и в числе носителей в избирательные фонды. Как я сказал, среди утредительных фондов поддержки сенаторы, депутаты, вообще в финансовой схеме партии власти задействованы многие государственные деятельности. Чтобы распутить все эти цепочки, понадобится целая армия следователей и дознавателей. Мы считаем, что должен быть законодательно установлен запрет. На это совместительство мы должны разорвать этой цепочке. В связи со сказанным, представляемый законопроект вводит запрет, о котором я сказал выше. Это будет означать прекращение всякого рода учредительства в фондах поддержки партии, другими НКО, созданных для аккумулирования и перевода подчас нечистых денег, поступающих по офшорным цепочкам из-за рубежа. Подчеркну, мы не говорим, что все, например, партийные фонды Единой России – это обязательно иностранные агенты по смыслу закона. Там наверняка есть фонды, которые не принимают финансирование от контор, имеющих по цепочке связь с офшорами. Однако формальный запрет в данном случае необходим, и то, что его сейчас нет в законе, является правовым пробелом. Также законопроект поставил заслон вообще перед любым учредительством чиновниками и депутатами фондов, через которые в политику приходят зарубежные, офшорные, отмытые деньги. Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать законопроект и прежде всего обращаясь к представителям Единой России. Деофшоризацию, национализацию элиты нужно начинать с себя. Тогда общество готово будет поверить в это, как в реальные действия власти. Наша задача – очистить политическую жизнь от нелегальных и полулегальных денег, от коррупции. Спасибо за внимание. Рассчитываю на вашу поддержку.